Константин Иванович, последний вопрос, позвольте, вот вы уже вспомнили о том, что команда Байдена очень профессиональная, это с одной стороны, да, с другой стороны, вы сказали, что вот из того, как вы ответили, кто важнее там, да, вот для, будет штатов Китай или Россия, и будет ли у России золотая акция, интересно прозвучало, что и Китай, и Россия будут скорее соревноваться за внимание Вашингтона, вот я это вот записала, но тем не менее, вот украинский президент собирается на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, к чему бы вы, вот если бы вы его брифинговали, что бы вы ему сказали, на что нужно обратить внимание, что важно, почему я вас об этом спрашиваю, потому что я задаю этот вопрос и представителям американской стороны, и бывшим министрам иностранных дел Украины, потому что почему-то мне кажется, что этот визит не будет легким, не знаю, может я ошибаюсь, и в этом смысле вот интересно Ну, есть какой-то жесткий принцип для общения с американцами, но особенно, когда ты должен у них все же просить, просить о помощи, просить о поддержке Значит, говори кратко, проси мало, уходи быстро Это стандарт для разных ситуаций Нет, естественно, он не полностью отвечает тому, как надо себя вести Умение жестко ставить вопросы, которые важны для твоей стороны, но не переходить ту дрань, когда ты вызываешь просто раздражение, нежелание дальше продолжать Или, скажем, прислушиваться и изменять свой подход Это очень тонкая вещь, особенно с таким человеком, как Байден, который видел стольких президентов, всех лидеров, которые только существенно где-то появляются в последние десятилетия И, конечно же, надо быть, наверное, более откровенным Ну, по-моему, сейчас, в последнее время, это с этим все нормально Но аргументированным при этом И слушать в то же время то, что хотят донести до тебя Ну, скажем, действительно логично Когда тебя раздражает Я говорю не только про президента Зеленского, но, скажем, и его путешественников Когда в ответ на какие-то вопросы, связанные с безопасностью Тебя говорят, да нет, послушай, еще вначале надо с коррупцией разобраться Естественно, существует много примеров того, как коррумпированные страны получали По крайней мере, в прошлом Существенную поддержку в сфере безопасности Каких-то внешнеполитических задач от США Но Просто сказать Что декларативно, что мы с этим будем бороться Мы боремся, мы вообще этому И не показать ничего, что может это подтвердить Нам тоже работать не будет То есть надо быть готовым к достаточно аргументированной дискуссии По внутренней ситуации в Украине По планам, но не просто планам декларации А по конкретике Если что-то не подходит, надо говорить прямо Прямо, потому что самое худшее Это была проблема и Порошенко, и Януковича И практически каждого президента Практически каждого президента Поскольку, может быть, кроме первого Поскольку он просто не успел Себя проявить в этом плане Когда обещают Обещают жестко А потом говорят, что у нас не получилось Вот не надо ничего обещать Если ты хоть на секунду думаешь, что у тебя не получится А так, я думаю, что Хотя, наверное, разговор будет достаточно Достаточно сложный Но Я ожидаю, что все же в результате Мы получим какие-то Не просто декларативные сигналы А что-то более осязаемое Ну, скажем Сто миллионов долларов Которые нам как бы выделили В контексте обострения вокруг нашей границы А потом сказали, что Да нет, пока Мы, вполне возможно Что Используют как раз этот визит Для того, чтобы разблокировать Ну, чтобы показать результат Для американцев это не так, что уж и сложно А для нас это тоже важно Потому что Это будет не просто декларация А какой-то Но это только одно из многих Возможных Результатов Которые будут Существенными Я думаю Нам осталось недолго ждать Хотя не уверен Что это произойдет Визит Произойдет В те сроки Которые сейчас Кстати Озвучиваются украинской стороной Но публично Не очень подтверждаются С американских Вы думаете Это может произойти позже? Ну, не намного позже Не намного позже Но Там есть свои детали Почему важно было бы Конечно же Провести такую встречу До конца июля